Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим ICO IMJEC. IMJEC – это первый в мире проект зеленых возобновляемых источников энергии. Сложно представить, как бы выглядел наш мир сегодня, если бы не мы. Насколько он был бы прекрасен или же пуст. Нам остается лишь догадываться. Реальность же наших дней такова, что вся наша жизнь, быт и действия непосредственным образом отражается на состоянии всей нашей окружающей среды. Я думаю, что ни для кого не секрет, что за последние несколько лет все чаще и активнее начали поднимать тему экологии нашей планеты. Экологию нашего с вами дома. Ведь согласитесь, что Земля – это наш дом. И то, как порой мы к нему относимся, является непростительным. Конечно, к теме экологии можно подойти с абсолютно разных сторон. Но сегодня мы рассмотрим лишь один элемент, влияние которого также несет непоправимый вред всей нашей экологии. И речь сегодня пойдет об обработанных шинах. Да, мы сегодня поговорим именно о тех шинах, которые ежегодно списываем со своих автомобилей и других транспортных средств. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, какое количество шин производится и выбрасывается ежегодно на свалки. Если же нет, то статистика, которую я сейчас вам приведу, может немного повергнуть вас в шок. Оказывается, ежегодно во всем мире производится свыше 2 миллионов шин в год. Это невероятное количество, учитывая тот факт, что в конечном итоге после их эксплуатации утилизируется всего лишь малая часть, от 8 до 13%. Оставшееся же количество шин никак не утилизируется и свозится на места различных свалок, а также хранятся в непристойном виде на различных полигонах, нанося своим количеством, выделениями и потенциально возможными пожарами непоправимый ущерб всей нашей окружающей среде и людям в частности. Естественно, многие из вас могут подумать, ну и что, что столько шин не утилизируется ежегодно? Что такого вредного они могут из себя представлять? И тут я попрошу вас не спешить со столь легкомысленными выводами. Так как продукты распада шин при неконтролируемом горении выделяют такие опасные вещества, как перен, стирол, бутадиен, хлор, а также целый ряд различных диоксинов и фуранов, которые по своему составу являются чрезвычайно токсичными и опасными не только для состояния живого организма, но и для всей окружающей среды в целом. Более того, период самостоятельного распада шин достигает тысячи лет. А теперь представьте, сколько это триллионов тонн получится при нынешнем потреблении шин в год. Лично у меня мурашки бегут по коже от таких статистических расчетов. Логично, что на почве всего лучше сказанного у вас возникает всего лишь один вопрос. Как же с этим тогда бороться? Именно об этом мы с вами сейчас и поговорим. О проекте и его особенностях. Проект, концепция которого представляет нам полноценное, комплексное решение всех перечисленных мной проблем, называется имджек. Данный проект предоставляет собой дезонерализованную структуру, которая в совокупности со своим внутренним токеном и сопровождающим его смарт-контрактом намерена взять под контроль утилизацию всех отработанных шин во всем мире. Не подумайте, что эта мечта запредельна и нереальна. Вовсе нет. Как заявляют разработчики, взять под контроль данную проблему не составит особого труда. Все, что для этого нужно, так это надежная, прозрачная и неизменная среда, которая будет не только контролировать количество отработанных шин каждым отдельным регионам нашей большой планеты, но и заботиться об экологическом чистом способе переработки. Именно для этих целей ученые в команде специалистов и разработали уникальную технологию, позволяющую при переработке шин выделить сразу несколько видов топлива, каждый из которых можно использовать повторно, не нанося при этом вред окружающей среде. Добиться такой производительности и экологичности от отработанных шин позволила запатентованная система TRU, которая как воздушный замок блокирует выход каких-либо вредных при переработке шин испарений в атмосферу, что я считаю крайне важно, учитывая плачевную ситуацию этой проблемы на данный момент. Если же говорить о преимуществах имджек, то их огромные множества. Во-первых, после переработки шин выделяется сразу несколько торгуемых товаров, которые впоследствии можно перепродавать повторно и получить за это не только прибыль, но и наглядную пользу. Во-вторых, путем мониторинга и отслеживания количества отработанных шин во всем мире, имджек позволит взять под контроль неконтролируемые ранее процессы, сделать их прозрачными, а также наглядными для большого числа населения, внося тем самым ясность во все происходящие процессы. Более того, рыночная площадь имджек позволит коммуницировать в рамках системы как путем P2P, так и B2B взаимоотношений, что в результате только самым положительным образом отразится на принятии и развитии всей блокчейн-структуры и инфраструктуры во всем мире. Рассматривая внутренний токен имджек платформы более подробно, хочется выделить его основу, так как базироваться он будет на базе блокчейн Ethereum и имеет свое краткое название EMG. Как вы уже помните, данный блокчейн был выбран не случайно. Наоборот, проявление и наличие всех сильных сторон Ethereum позволит раскрыть весь тот технический и управленческий потенциал всего проекта. Суммарно для всего проекта имджек будет выпущено 500 миллионов токенов, из них для продажи IEO будет доступно всего лишь только 70%, остальные же 30% распределятся. Конечно, чтобы полноценно и объективно оценить имджек проект, вам будет слишком мало знакомства посредством моего краткого обзора. Поэтому я настоятельно рекомендую вам изучить более предметно имджек проект самостоятельно. Ведь ту ценность, которую несет в массе имджек, можем оценить только мы с вами, люди, которым не безразлична ситуация с нашей окружающей средой и миром в целом. А значит вам, как и мне, крайне важно принимать участие по спасению планеты от подобных экологических катастроф. На этом мы закончим обзор проекта имджек. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok